для наполеона сделать очень очень просто 300 граммов муки 180 граммов масло сливочного смешать все это в крошку но я сначала нарезаю масло масло измельчила и теперь перетираю с мукой в крошку теперь беру яйцо одно и сюда же добавляю воду холодную 75 миллилитров коньяк 2 столовые ложки можно водку и уксус половина столовой ложки 9 процентного уксуса и все это в тесто и щепотку соли замешиваю тесто тесто готово всего ушло у меня муки 350 граммов я еще 50 добавила смотрите по своей муки как у вас будет тесто получаться у меня вот ушло 350 граммов муки теперь кладу в пакетик тесто и отправляю его в холодильник на час или на полтора часа пока тесто в холодильнике я сделаю заварной крем на молоке два яйца перемешиваю добавляю сахар 150 граммов крахмал две столовые ложки у меня кукурузный крахмал и ванильный сахар у меня ванильный сахар со стручками ванили молоко 500 миллилитров ставлю крем на плиту крем поставила на средний огонь и уже никуда не отхожу от крема постоянно помешиваю жду когда крем закипит крем закипел загустел я выключаю нагрев и снимаю крем с плиты крем переливаю в другую миску накрываю пищевой пленочкой в контакт это нужно делать обязательно накрывать пленочкой чтобы не образовалась корочка на креме и даю ему остыть до комнатной температуры тесто полежала в холодильнике и я его делю на 8 равных частей эти пока убираю в холодильник а первый раскатываю у меня такая штучка вот есть профессиональная кондитерская для выпекания можно взять бумагу для выпечки как основу я буду использовать размер мой любимый 24 сантиметра это я дно от формы взяла раскатала теперь вырезаю по форме и первый корж отправляется в духовку разогретую до 200 градусов выпекать каржи для торта готовы выпекала каждый корж выпекала 10-15 минут при температуре 230 градусов смотрите какие они у меня получились по краям волнистые протыкала я их вилкой только посередине чтобы в середине тесто не поднималась а по краям я дырочки не оставляла специально чтобы оно было такое воздушное по краям сливочное масло 100 грамм начинаю взбивать она мне комнатной температуры и постепенно добавляю заварную часть крема она тоже комнатной температуры крем готов начинаю сборку тортика кроме крема у меня еще будут персики можно взять просто консервированные но я взяла свежие помыла их нарезала и буквально пять минут прокипятила в сиропе сахаром на 100 миллилитров воды 100 граммов сахара да что я сделаю для закрепления торта крем намажу на обмотку коржи держались торт готов и отправляется в холодильник на ночь тут постоял ночь в холодильнике но он остался таким же высоким только стал очень-очень плотным сахарной пудрой посыплю сверху а внутри мягкий смотрите какая красота в разрезе видно тесто какое пушистое ноздрястое ну а вы только посмотрите какой огромный кусок торта какой воздушный я прямо его сейчас буду вот так пробовать и вам показывать смотрите внутри все пропиталось внутри все пропитанное а для тех кто любит хрустинку можно прям вот так брать здесь мягкая часть а здесь хрустящая и хрустеть друзья мои торт очень вкусный этим тортом можно угодить всем любителям наполеона и те кто любит пропитанный наполеон и те кто любит наполеон с хрустинкой краешки получились хрустящие внутри пропитанные коржи кремом и с персиком ой очень вкусно просто передать не могу как вкусно учитывая то что я поклонница и любитель бисквитных тортов иногда хочется наполеона и вот в таком варианте в новом попробуйте приготовить по моему рецепту и вам очень очень понравится я уверена я уверена я уверена она 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 и она Продолжение следует...